И мы переходим к нашей основной теме, с нами сегодня на связи, вы можете зайти в YouTube-трансляцию, уже увидеть нашего гостя и меня, Арсения, может быть, увидите, у нас боремся с картинкой, Михаил Дорошкин, наш соотечественник из Петербурга, IT-специалист, который поехал в Белоруссию в эти неспокойные дни, по своим делам совершенно, человек не интересуется политикой, как Михаил утверждает, и попал в руки Минского ОМОНа, провел не одни сутки в том знаменитом изоляторе на улице Переулки-Окрестино, где мы видели множество свидетельств избиений и пыток, но, может быть, кто-то не верит этим заявлениям, поэтому мы решили поговорить с Михаилом, он буквально не так давно вернулся в Петербург с помощью усилий МИДа нашего, вырвался, можно сказать, из плена, и вот сейчас зададим все вопросы, вы тоже можете писать на смс плюс семь девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь два нуля в чат нашей ютуб-трансляции, ну и мы будем общаться с Михаилом. Михаил, доброе утро. Расскажите, собственно, вот, Арсений, начинай. Через Гинск, город Орша. А зачем вам надо было оказаться в городе Орша? По двум своим личным делам. Одно дело я не скажу, но его удалось совершить, помогли с этим сотрудники МИД. И второе дело, которое я не успел сделать, основное, которое я тоже по этому поводу ехал, это в прошлом году у меня умер дедушка, и нужно было оформить памятник на могилу поставить. И так как тоже была эпидемия коронавируса, весной я не смог сделать это, и когда ослабили режим пересечения границы, я смог поехать в августе. Ну вот те дела, которые вы не хотите называть, они как-то связаны с политикой или не связаны? Нет, никак. Я говорю, что оба этих дела, они личные, и оба эти дела находятся в городе Орша. Они не как... Поездка через Минск, она получилась из-за того, что не было поезда прямого на Оршу. То есть если бы было сообщение Россия-Беларусь по железной дороге, я поехал бы на поезд в Санкт-Петербург через Оршу, и я в Минске бы не оказался. Ну, понятно, да, с личными делами, бог с ними, давайте действительно к сути. Как тогда вы попали в лапы, так сказать, ОМОНа, если вы политикой не интересуетесь, а вообще по своим делам там были? Это получилось совершенно случайно. Я был в районе железнодорожного вокзала на улице Ленинградская. Она примыкает к железнодорожному вокзалу. До поезда оставалось примерно полтора часа. То есть меня взяли в 21.30, а поезд был на 23.16. У меня с собой был билет. Я шел по... Значит, 8-го числа я прогулялся по пустому городу, пофотографировал. Ну, как уже, наверное, все знают, что я фотографирую очень давно, более 20 лет. А 9-го числа, когда меня задержали, днем я был с другом. После обеда я приехал на вокзал, купил билет и поехал в центр города, в парк. Я специально прочитал, где будут какие митинги и специально туда не ездил, чтобы не быть задержанными, сбитыми и так далее. То есть я поехал в... Я не помню, как называется имя парка. Он находится напротив, через дорогу от цирка. Я в этом... Ну, погулял вокруг парка, посидел в этом парке и пешком направился в сторону вокзала. Я увидел оцепление милиции, вернулся обратно, сел в метро и до метро, на метро доехал до вокзала. Вышел на метро, на вокзал, вышел с вокзала наверх. И вот до поезда оставалось примерно полтора часа. Я решил прогуляться по кварталу вокруг, по ближайшему к железнодорожному вокзалу, кварталу. Вышел на улицу Ленинградская. От улицы Ленинградской есть дорожки, которые ведут на центральную площадь, там, где костел. Они были оцеплены милицией. Сама улица Ленинградская тоже была оцеплена автомобилем ГАИ. То есть там не было никаких ни митингов, ни шествий, ни автомобилей, которые могут сигналить. То есть улица была относительно пустына, там было мало пешеходов. Я сфотографировал оцепление милиции, что перекрыт проход к костелу. И один из курсантов из этого оцепления ко мне подошел и попросил пройти вместе к серому микроавтобусу «Форд» без номерных знаков. Я знал, что это за микроавтобусы, что там находятся сотрудники ОМОН. То есть я уже готовился к разговору с этими людьми. Но вас предупреждали, да, обо таких методах? Вы были в курсе? Что машины без опознавательных знаков, что какие-то странные люди могут схватить? Восьмого вечера я поехал на Молодежную улицу Зыбецкую. Там всякие тусовки, кафе, бары, уличные музыканты. И когда я выходил из метро «Октябрьская», то я видел, как на таких микроавтобусах принимали людей, мужчин, с белыми лентами и браслетами на руках. Даже хапуны называют такие автобусы, если мне память не изменяет. От слова «хапать» внезапно. Да, верно, да. Я снял даже одно такое видео, оно у меня лежит на Фейсбуке. И пошел на Зыбецкую. То есть, как бы, вечером 8,5 числа я знал, кто находится в таких микроавтобусах и что происходит. И вот вы в него попали, да, сами. Что было дальше? Я пока стоял снаружи, я еще внутренне попал. Ну да, вас подвели. Да, да. Ну и они сразу подвели, какие у меня есть документы. Я показал заграничный паспорт, что я гражданин России, показал свидетельство о рождении, что я родился в город Орша и показал, что у меня ездили через полтора часа в город Оршу. Они, ну, посмотрели меня, спросили, там несколько вопросов еще задали и сказали, что тебе очень повезло, держи документы и иди на поезд. И они меня отпустили. Вот. Я развернулся, и я решил, что больше гулять мне неинтересно, и я пойду на железнодорожный вокзал, чтобы сидеть там, ждать поезда. И через 30 секунд этот же самый микроавтобус меня догоняет, просит уже присесть внутрь, и все. То есть, они передумали, получается? Да, там, да, они подумали, что все-таки нам нужно этого человека, наверное, проверить. Хотел бы отметить то, что, я что узнал потом, в это время хватали практически всех иностранцев. То есть, ну, приведу пару примеров. Есть Бурят, который выглядит как Бурят, сам гражданин России. У него жена гражданин Белоруссии и пятеро детей гражданин Белоруссии. Это вы встретились с ним уже в камере, да, я так понимаю? Да, в камере номер пять, там, где сидели иностранные заключенные, он на последней станции метро Руччо, то есть, это, грубо говоря, окраина Минска, закончил тренировку для детей. То есть, он является тренером и шел к метро. И его взяли лишь потому, что он выглядит как не Белоруссии. И все. Он, его посадили, осудили, дали штраф, как я понимаю, около 320 долларов США. И он там просидел буквально пару дней. То есть, его взяли там на последних сутках активности. Но его взяли лишь потому, что он не был похож на белорусов. Михаил, ну вот... Интересно, вообще понятно, почему иностранцев-то брали? Вот это какая-то была действительно команда. Конечно, конечно, понятно. Потому что все иностранцы — это потенциальные импортеры Майдана. А как вы это поняли из разговоров ОМОНа? Где вы такое услышали? Ну, это логично. Все иностранцы, которые приезжают в Белоруссию, это же могут быть шпионы, агенты, боевики, репортеры, которые могут показать всему миру. То есть, все кто угодно... Да, но я вот спросил, потому что, может быть, вы прям слышали от ОМОНа, от следователей такие разговоры. Все задержанные это слышали. Меня так не задерживали, но конкретный второй пример. Два человека из Украины, тоже в этой же камере номер 5 на Окрестино, они до 2400 года, ну, по крайней мере, один из них жил в Горловке, и там потом началась война. И двое граждан Украины, они живут в Белоруссии, и когда их задерживали, когда увидели их украинские паспорта, без слов сказали, что вот, вы привезли Майдан сюда и получите. И одному их относительно сильно других людей избили. У одного был заплытый кровью глаз, у второго были отбиты ступни ног так, что он там 3-4 дня не мог нормально стоять, он постоянно сидел. Ну вот, Михаил, да, вот именно о пытках интересно, конечно, поговорить, потому что тот же Лукашенко заявил там 60% это все фейки. И вот мы со зрителями на Ютьюбе на вас смотрим, вы выглядите целым. Я так, насколько читал ваше интервью, вас почему-то не били. Расскажите, что вы видели, почему вас не били? Все скептики наверняка есть, могут усомниться в ваших рассказах. Что вы увидели там? И почему вы целы? Да, отвечая на вопрос, почему не били, я считаю, что это такое счастливое стечение обстоятельств, потому что половина всех, кого видел лично я, они были избиты, ровно половина. То есть я сидел в четырех камерах, и половина всех узников этих камер были избиты. Были избиты средне, то есть могли нормально передвигаться, ничего прям сильно не болело, то есть госпитализации не требовалось. Наиболее максимально избитые это были вот эти два украинца. У остальных там было по одному, два, пять, десять там следов от дубинок, там от ног и так далее. А за что били в основном? Какие были какие-то поводы у ОМОНа? Ну я так понимаю, это белорусская красно-белая символика или нахождение на месте митинга. То есть вот, ну это основные причины, которые можно как-то озвучить. Но были люди, которых били просто так, просто в момент задержания, просто чтобы что-нибудь там, или как-то сопротивлялись, или что-то не хотели. То есть били просто так. Это, ну есть такие показания. И людей многих хватали просто так. На том, в моей же камере сидел тоже из Октябрьского РД человек, который наоборот приехал из Орша. Он абсолютно ничем тоже, никакой политикой не занимается, ничем, ничего не в курсе. Он вышел на вокзале, ехала машина, которая сигналила, он ее сфотографировал. Все, его взяли. Михаил, вот поступают вопросы на YouTube. Какие условия в камерах, спрашивают слушатели? Там примерно 25 камер, наполняемостью примерно 100 человек. Человек было 800. В моей камере, в первой камере, в которой я заехал, она была шириной примерно 2,20 на 5,30. На этой площади помещалась тумбочка, кровать двухъярусная, раковина, параша типа очко, огороженная железным листом и дверью. Скамейка на два человека и стол, полустол на два человека, такой короткий, узкий, можно сказать, да? Узкий, да, и шириной на два человека. Все, четыре лампы, они не выключались неделю. На полу деревянный пол и небольшое окно, примерно, не знаю, 80 на 60, может быть, чуть побольше, которое в решетках изнутри и снаружи. В этой камере, в двухместной, первый день, 10 числа, нас было 8 человек. Ну, и мы так еще... Не было ничего. Три дня вообще не кормили, постельного белья не было, был один матрас, одно одеяло, одна подушка. На всех? На восьмерых, да. А как вы ее делили? Ну, кто раньше заехал, это было того, как бы, да. Люди спали, ну, большинство людей спало на полу, я первые три дня провел на полу, прямо на голом деревянном полу. Под себя я подкладывал, чтобы, ну, она не то, что мягкая, но просто, чтобы не загрязнить мою кофту, вот как я был именно в этой кофте, провел все эти 15 дней, я под себя постеливал свою черную ветровку, чтобы не замрать просто кофту. Под голову я клал пластиковую бутылку, и, ну, в принципе, ну, я считаю, что это было относительно нормально, то есть я лишений не испытывал, то есть сильных неудобств, что-то как бы... А три дня без еды? В принципе, это было терпимо, потому что все были на адренарине, все были на страхе, и хватало воды из-под крана, то есть все пили воду из-под крана, в камере, дальше расскажу, да, то есть из камеры, которая была первого числа, восемь человек, на следующий день нас перевели в камеру, в точно такую же камеру выше, номер 20, там была, правда, она четырехместная, то есть еще было меньше площади в камере для пространства, и нас там стало 33. То есть вы там стояли? Нет, не стояли, но сидели, как бы, ну вот, в притирку, да, то есть спать всем одновременно, естественно, не удавалось, то есть какие-то люди, часть людей сидела, и потом менялась с теми, кто спалит. Вот я там спал один, первый день я спал около двери, то есть около двери и параши, а другие два дня я спал под полустолом, и это было хорошо, потому что меня никто оттуда не вынимал, то есть я комфортно лежал, я спал всю ночь, грубо говоря, и мне даже удавалось под лавку кинуть ноги, то есть я нашел такое место, на котором я мог в длину растянуться. Большинство в камере, у них не было такой возможности. А вот слушатели уточняют, документы и личные вещи отбирали, видимо, да, у вас? Да, при попадании в РУВД, естественно, все забрали, забрали ремень. Вернули потом? Давайте я сейчас расскажу полностью все. Значит, у меня был с собой рюкзак, сняли шнурки, ремень, ну и деньги, понятно, да, это все положили в рюкзак. У меня за весь период пропало две вещи. Флешка, скорее всего, она пропала либо в РУВД, либо сотрудники КГБ ее забрали. Но я подозреваю, что ее просто украли для себя. Мне так кажется. У меня было две флешки, дублирующих на фотоаппарате, вторая флешка сохранилась. И за день до выхода, точнее за полдня до выхода, при утренней проверке в камере украли тетрадь, в которой я вел записи будущей книги. Но вы не поплатились за эти записи. Они же свидетельства, в общем-то, пыток. Вас не стали карать за это. Да, да, ничего не было. Да, деньги, все деньги, которые были, примерно 8 тысяч рублей и 20 белорусских рублей. Все были до копейки на месте. Ничего не пропало. А вот тоже спрашивают слушатели, а с кем вы находились в камере? Что это за люди? Случайные прохожие, активисты, оппозиции? Какое соотношение случайных и протестующих? В первой камере, где было 8 человек, был один прям активный активист, скажу такие два слова вместе. Парочка сочувствующих и парочка случайных. В камере с 33 людьми, то есть с 32, я был с 33, примерно так же. То есть этот же самый один активист, несколько сочувствующих и несколько случайных попавших. То есть случайные люди тоже были, и я понимаю, это большая ошибка властей Беларуси, что хватали и просто случайных людей, и обычных просто иностранцев. То есть получилось так, что своими действиями они наоборот, я так думаю, что, ну не знаю, процентов может быть на 20, на 30 усилили оппозиционную массу вот этими своими действиями. А вот вы сказали, вас не кормили, а потом покормили. А чем кормят в изоляторе на Крестино? Там трехразовое питание в сутки, за которое ты потом, когда выходишь, должен заплатить 13,5 рублей. Я так понимаю, это около 5 долларов, по-моему. То есть за 14 дней я должен был, по-моему, 189 рублей. Это что-то там 70-80 долларов я должен заплатить. Но я эту бумагу не подписал, и мне знающие люди сказали, что за три года этот штраф исчезнет. Если ты на территории Белоруссии шесть лет не собираешься появляться, то за три года этот штраф уйдет. А что в меню? Утром на воде каша бывает перловая, гречневая, ну набор как бы дешевых, самых дешевых круп и ассортия из них, в смысле, что каждый день что-то новое. На воде. Одна четверка черного хлеба и одна восьмушка белого. И чай. Чай с сахаром утром. В обед суп. За все время, буквально я поел пару раз на нормальное качество супа, остальное было так себе. То есть даже при тех условиях, когда ты три дня не ел, даже тогда суп был, остальные супы, кроме двух дней, были не очень. Ну, супы были из рыбных консервов и были там из овощей. Были с макаронами из каши и так далее. На второе была такая же каша, как утром. Ну и на ужин тоже такая же каша. И туда добавлялась либо рыбно-хлебная котлета, либо хлебно-мясная котлета, что-то такое. И всегда была либо треть, либо половинка соленого огурца. И на пить был компот из сухофруктов обычно. И тоже половину раз он был приемлемый, хороший, половину раз он был просто водянистый. Примерно как вода он был, не очень. И что меня поразило, на ужин, ну тоже вот второе с огурцом и никакого напитка. То есть вечером чая не давали. Почему, зачем, так вот, непонятно. Вечером чая не было. Вот такой режим питания. Но, но, если бы нам волонтеры не передавали передачи, было бы, конечно, не очень хорошо. Но первые три дня я ничего не ел, а через неделю у всех у нас ломились тумбочки. То есть у нас была и колбаса, и печенье. Печенье, кстати, было из Санкт-Петербурга, с Абуховской обороны. Батюшка принес шампунь тоже из Санкт-Петербурга. Зубные пасты, зубные щетки батюшка приносил. То есть к концу, к выходу, к моему выходу, точнее, к половине строка тумбочки ломились от всего, даже появлялись фрукты. То есть фрукты, в принципе, запрещены к передаче, потому что их можно накачать спиртным. Но батюшка принес каждому узнику, но нас там отказалось, конечно, мало, там уже порядка 10 человек. От 8 до 18, примерно, такое количество человек тогда было. Он принес каждому по пакету, в котором было большое яблоко, груша, нектарин и абрикос. Михаил, совсем кратко, как вам удалось выйти оттуда? У нас заканчивается время, но любопытно. Я крайне благодарен сотрудникам посольства России, Республики Беларусь. Меня от них прятали, но, в конце концов, усилиями медузы, тоже их хочу поблагодарить, усилиями моих родных, знакомых, усилиями, может быть, других СМИ. Удалось все-таки пазл сложить, чтобы я встретился с консулами. И я вышел ровно в 2.30, через 14 дней, как меня забирали, и у меня была депортация 2,5 часа. И крайне еще раз благодарен сотрудникам депрессии, они смогли этот срок исполнить. Спасибо большое. Михаил Дорошкин, наш соотечественник из Петербурга, который попал в плен к Минскому ОМОНу, но счастливо оттуда. Спасся, мы пока уходим на путь поход. Поздравляем вас, да, с хорошим концом.